Всем привет! Теперь я подведу итоги года, изыскательство их и знакомство с сербским виноделием, в частности с косовским производителем. Дело в том, что так уж случилось с волей судеб или стечением обстоятельств, что это первый производитель, который произвел на меня действительно такое особенное впечатление. И самое интересное, что это впечатление осталось со мной потом на протяжении года, и теперь, когда я делаю уже какое-то резюме по своему впечатлению от региона, от производителей, от стилистики, от виноградных сортов и так далее, я понимаю, что я с этим впечатлением остался. Причем самое интересное в этом случае, что скорее всего это не столько, ну вот это вот потакание своему первому чувству, сколько убеждения, что оно меня не подвело. То есть сегодня у меня Винария Лакичевич Пикус, причем вот этот Пикус я уже делал обзор, соответственно сегодня, чтобы это было поинтереснее, я взял просто два винтажа. Я мог бы, в принципе, открыть самый последний, который, в принципе, даже еще не найти в городе, но почему бы не сравнить, да? Почему Пикус, да? Дело в том, что меня-то поразило первое вино у Пупа, это Томяника, да, которая, когда я ее пробовал, не имела никаких еще легалий и первого места в мире по Мускатову. Среди производителей всего мира, да, ну вот оно произвело впечатление. А потом, как я начал пробовать в разное время эти вина, каждая из них открывалась мне заново. И вот этот Пикус последний меня заинтересовал больше всего, потому что оказалось так, что он отличается от общей линейки. Общая линейка, она, скажем так, она такая чистая, выверенная, как говорил винодел. Если вы, кстати, не посмотрели его интервью, предлагаю вернуться на несколько видео назад, да, и посмотреть эту серию, потому что достаточно интересно, да? Это другой взгляд на мир, это другой взгляд, ну, другое мнение, скажем так, а это всегда интересно, да? Вот, вот этот Пикус, он отличается тем, что он более такой вот диковатый, более выделяющийся из всей линейки. Вот этот 20-й год, он, в принципе, уже заканчивается на рынке, его еще можно встретить, но новые закупщики, кто закупает на дистрибуцию, кто закупает дальше там магазины, рестораны, они уже будут получать 22-й год, поэтому, в принципе, 20-м мы завершаем год, можно так сказать, делаем его бенчмарком, да, с чем будем сравнивать стилистику, а 22-й это такой взгляд на будущее. 20-й уже, давайте, по цвету вино видно, что не 22-го, не 21-го года, то есть такая желтинка достаточно сильная для инокса, да, вино не выдерживалось в бочке, поэтому, в принципе, такая желтинка уверенная, но не переходящая в какой-то вот такой вот перебор, такой диссонанс, да, когда мы там знаем, что там какие-нибудь пиногриджио бывает годик, постоят на полке, и цвет у них вот ближе уже к такому, вот. Ароматика чуть-чуть отличается от той бутылки, которую я пробовал в прошлый раз, но, правда, это было, наверное, когда, ну, ближе к концу лета, то есть уже прошло достаточно много времени. Это сейчас очень сортовое и очень минеральное. Меня в прошлом, не в прошлом видео, а в видео про шампанское спрашивали, что я подразумеваю под минеральностью. Здесь чаще всего, ну и в том шампанском, это был мел. Он сильно выделяется, и он здесь очень такой сортовой. Честно говоря, я вот в глубине душе сравниваю это с яйлой, да, тоже в свое время яйла стала для меня откровением, и в шардоне вот такие же там тона минеральности, когда появились, это я считал вот большим успехом. Здесь они не появились, здесь они сразу находятся. Единственное, что вино стало спелым прямо. Фрукты, даже яблоки, они уже такие желтеющие, но при этом остается какая-то сочность, у меня даже вот какое-то слюноотделение появляется. Есть какое-то переливание в типа что-то алычи, недоходящего до слива, и вот такой вот минеральный тон. Я в прошлый раз говорил, что есть шлейф медовый, или даже прополицы, что-то такое. Сейчас он абсолютно не кажется. То ли, может быть, еще вино может раскрыться, то есть, опять же говорить о потенциале. Хоть я говорю, что не похоже, что это прям свежее вино, но ароматика, учитывая, что она может раскрыться, она еще такая закрытая достаточно, хотя такая спелая и минеральная. Давайте попробуем. Очень классная кислотность. Определяющая, наверное. Потому что она прямо так, ну и чувствуется с одной стороны, а прямо так тебя вышвыривает в этот мир качественного вина. Вот я говорил, что в принципе, сербское вино достаточно качественное, но когда ты пробуешь такие вина, ты понимаешь, что есть вина, ну скажем так, более высокого уровня, что ли, скажем так. Офигенная ароматика. Во вкусе это поддерживается. Может более оно переходит с яблока наше такое сливовое, ближе к алычевски, не очень спело. Но вот эта вот спелость, она чувствуется уже во вкусе. Она пробивается потом после кислотности, потому что встречает кислотность достаточно высокая, такая прямолинейная. Очень классная послевкусие. Кстати, дайте еще раз попробуем. Оно, вина такого готового, обработанного, шардонешного, скажем так. Хочется сказать, что там подходит все грейпфруту, и может быть, он здесь и есть, но из-за того, что вино вот так воспринимается достаточно спелым, то этот грейпфрут, он как бы не такой очевидный. Он играет со всеми такими гранями, которые прячутся, может быть, теперь за более спелыми фруктами. Может быть, там полгодика назад это вино и могло быть более таким вот в свежие фрукты. Теперь это вино такое, ну, как сказать, балансированное, что ли, рич, богатое, да, и поэтому у него есть вот это наполнение, которое, кроме свежести, дает еще и глубину готовых фруктов. 22-й год я, по-моему, пробовал. А, я пробовал, кстати, да, это тоже было летом. В чем здесь прикол? 21-го года шардоне барик, она просто офигенная, и оно, возможно, станет новым призером вот этого французского конкурса международного, да, потому что потенциал практически шабли и шабли премьер-крю. Но я не отрицаю этого. Но для меня оно такое закрытое и очень такое, очень правильное. И опять пикус вот этого 22-го года без барика, он опять, может быть, он не такой, как сказать, не такой породистый, как бычковой, да, вариант. Он, может быть, более озорной, но, честно говоря, вот под, ну, хочется сказать, под давлением времени, но скорее под, просто по актуальности, он даже вот и интересней, в плане, он такой, может быть, даже немножечко нервный, не собранный, но этим он и хорош, да, особенно в таком свежем виде. Смотрите, да, когда мы берем вина Лакичевича, свеженькие, они практически все прозрачные. Они даже немножечко борются с этим, потому что, ну, прозрачное вино маркетологически как бы не совсем верно, да, оно должно отличаться от воды. Но для меня, когда остальные вина все имеют цветовую гамму достаточно обширную, от легкой золотинки до, там, чуть ли оранжевых вариантов, розовых, да, когда уже белое вино розовит, вот, то вот это становится вот чем-то особенным. Хотя, честно говоря, по-моему, были у меня до этого вина, там, в винном прошлом, да, которые были прозрачные. Кстати, вот вспомнить бы свою реакцию на это, было бы неплохо. Цвет прозрачный, есть золотинка, но мне очень нравится, что он такой вот прям свеженький. Очень они похожи по ароматике, но вот здесь можно сказать, что только яблоко. Более оно действительно цитрусовое такое, потому что есть что-то такое лимонно-лаймовое, но вот в оттенках. И опять, очень серьезная минеральность. Знаете, во многих винах эту минеральность надо разыскивать. А если не разыскивать, то ты как бы определяешь ее степень, да, интенсивная, она неинтенсивная, присутствует только флером, оттенком, или она доминирует. Вот здесь это тот случай, знаете, ведь в шабли даже ты бывает открываешь, ты не уверен, будет там минеральность или нет, да, ты уверен, что там будет высокая кислотность, что это будет классический шардоне, в каком бы виде он был не сделан, да, в сортовом, скажем так, характере, в сортовом показателе, то здесь ты всегда имеешь эту минеральность. И когда нам винодел говорит, что есть отпечаток Теруара, вот, вот это здесь он. И когда ты имеешь такое вино, имеешь возможность его попробовать, ну, как ты можешь про другое шардоне, даже которое очень хорошо сделано, сказать, что оно лучше. Сейчас вспоминаю только одного производителя, такой, сейчас не вспомню название его, вот, но у него было просто еще бы более высокая кислотность у шардоне, и в барике оно было сделано в таком стилистике типа Сицилия. Но здесь абсолютно классная минеральность, которая даже несмотря на то, что доминирует, она просто прекрасна своим существованием. И при этом вот есть оттенки вот этого лайма, грейпфрута, причем лайма, когда ты его имеешь рядом с такой, с текилой типа, вот какой-то еще такой вот слоноватости, вот что-то в этом все присутствует. но при этом он сортовой абсолютно, особенно на фоне предыдущего. Давайте попробуем. если бы я не пробовал вина другие 2022 года, я мог бы сказать, что вот, ребята, оно свежее, поэтому оно поинтереснее. Но дело в том, что этот производитель растет год от года. Каждое новое вино ты пробуешь, что белое, что красное, скоро оранжевое будет. Можно сказать, что это разные года, что где-то было жарче, где-то холоднее, но учитывая их положение, опять же, можно вернуться к интервью с виноделом, растет класс, растет качество, растет вкусность вина. Вот это вино прямо кайф. И, честно говоря, сейчас, когда есть возможность взять 20-й, да, надо брать 20-й, но когда будет даже такое, что на полке стоит, у него есть такое с ореолусом было, с блендом, да, шарданес, миньон, бланны, рислинг, саларис, и было такое с мирулой, тоже 19-го, 20-го попадается. Вот мирулую я предлагаю 20-го брать, то здесь тоже, когда у вас уже на полке будет и 20-й, и 22-й, берите 22-й. Но это кайф. Если можно заменить шабли за такую цену, даже не хочется говорить о замене шабли, хочется говорить, что в Сербии, в Косово есть своя звезда, пока еще затемненная обстоятельствами, но, честно говоря, я мечтаю, даже не просто верю, а я мечтаю верить, вернее, рад, что у меня есть возможность верить в нового производителя.